перейдем к структурированной кабельной системе собственно это стандарт который появился для того чтобы кабельную систему строить как капитальную часть здания это капитальные расходы на много лет десятков лет ну скажем так 20-30 лет минимум нужно рассчитываться с кс соответственно она должна удовлетворять строгим стандартам впрочем очень часто в маленьких фирмах и офисах стандартов этих не знают и протягивают кабельную систему как бог на душе положит ну соответственно она очень быстро морально и физически устаревает структурированная кабельная система делится на несколько слоев но вот это вот слои они соответствуют цисковскому делению это ядерный уровень кора левел уровень распределения distribution level и уровень доступа access level вот собственно кора левел ядерный уровень это вертикальная подсистема в зависимости от здания это мы если смотрим здание которое высоту больше чем по другим измерениям тогда действительно она вертикальная если мы смотрим здание как здание российского университета дружба народов которые высоту намного меньше чем в длину то у нас вертикальная подсистема будет находиться горизонтально горизонтальная подсистема это distribution level и access level это уровень отходящий от вертикальной подсистемы для подключения уже рабочих мест пользователей и оборудования ну и дополнительно можно рассмотреть внешнюю подсистему когда отдельное здание рассматривается в виде в системном подходе как единица большой структуры состоящей из нескольких зданий ну как у нас донская павловская и миклуха маклая 42 квартал все это связано в одну сеть с помощью оптоволокна принадлежащего университету кстати то есть вот все это внешняя подсистема вот примерный вид здания с вертикальной подсистемой горизонтальной подсистемой тут мы видим есть точки входа для подключения внешней подсистемы и соответственно на каждом уровне у нас есть аппаратные на каждом этаже находятся коммутационные или кроссовые помещения где вертикальная подсистема подсоединяется горизонтальной и горизонтальной подсистеме подсоединяется все оборудование ну и собственно преимущество структурированной кабельной системы в том что она на большом промежутке времени на сроке службы получается дешевле почему дешевле больше срок эксплуатации не как китайская вещь которую каждые полгода нужно выкидывать и покупать новую нет это как хорошая вещь которая служит много лет и много десятков лет и один раз заложившись мы ее эксплуатируем весь этот срок соответственно поскольку она хорошо спланирована она надежная то есть мы не думаем о том что она может отказать в какой-то случайный промежуток времени естественно она строится с идеологией расширения то есть основа сети остается одна и та же над этой основой можем делать какие-то настройки расширения ну и кроме того у нас единая среда передачи данных идет для всего для данных это компьютеры для телефонов к сожалению мы так и не перешли к айпи телефонам ну наверное потому что айпи аппарат айпи телефонии стоит как от с маленькая поэтому проще использовать обычную телефонию аналоговую но она идет по той же самой среде плюс по этой же среде можем передавать видео сигнал это наблюдение опять же система наблюдения у нас постепенно переходит на передачу сигнала по айпи то есть по данным но и голос передается по айпи по данным единственно единая среда и по ней все передается соответственно у нас когда подходит кабель в комнату нам нужно подсоединить какое-то оборудование но нехорошо будет если хвосты будут болтаться по всему помещению поэтому они выводятся на модульные розетки модульные розетки размещены незаметным образом и к ним с помощью патч кордов подсоединяется оборудование обычно количество розеток должно превышать среднее количество техники в помещении в полтора в полтора один из семь два уже немного перебор раза если у нас количество розеток грубо говоря совпадает с количеством техники в комнате то возникают разные проблемы с размещением техники в общем должно быть небольшое превышение и для подсоединения через витую пару используется разъем rg-45 на самом деле rg-45 это неправильное название разъемов разъема это сленговое название но она закрепилась разъем на 8 жил по нему сейчас подсоединяют и телефон телефонные аппараты могут быть двухжильными четырехжильными и шестижильными и все это можно в рамках естественно этого коннектора сделать по этому же коннектору подключаются и такие нестевые вещи как rs232 для подключения последовательного порта и так далее то есть достаточно удобный и универсальный коннектор его можно сравнить с коннектором usb например но если у нас rg-45 у нас в неизменном виде как выработался так и работает то коннектор usb у нас уже столько вариантов прошло наконец-то я думаю остановились на коннекторе типа usb-c и он может быть в будущем станет аналогом rg-45 для подключения оптические разъемы оптических разъемов делается очень большое количество трудно успеть за ними если у нас витая пара rg-45 подключалась 30 лет назад и сейчас подключается по этому же коннектору то оптические разъемы меняются очень часто на данный момент вот тут на картинке даны оптические разъемы которые на данный момент фактически устарели но лет десять назад они были распространены широчайшим образом устарели они почему наверное потому что они считаются слишком дорогими и слишком крупными сейчас идет основное направление на миниатюризацию уменьшение разъемов и удешевление их как видим разъемы fc и st они байонетные и sc это просто защелкивающий разъем fc это у нас идет одномодовая оптика st и sc были взаимозаменяемые но запомнить очень легко st это stick and twist вставил и повернул а sc это stick and click вставил и защелку впрочем вы вряд ли с ними столкнетесь сейчас уже ну и вот так выглядят оптические разъемы собственно разъем одной стороны это mail и разъем 2 female мама папа для разводки витой пары применяется два стандарта значит а и б для чего у нас стандарт а стандарт а это для американцев был придуман для того чтобы он совпадал видите по структуре с разводкой телефонного кабеля стандарт c более стандарт b более помехозащищен он хорошо работает для подсоединения fast ethernet и поэтому в россии в основном используется стандарт б у нас не столько много телефонов было по витой паре чтобы думать о совместимости с этим оборудованием ну и вот таким вот образом видно подключение контактов в этих стандартах витая пара имеет разные цвета соответственно для того чтобы все подключение было единообразным у нас каждый номер связан с определенным цветом причем так что при монтировании у нас комбинируется чистый цвет и белый цветной кабель эти коннекторы одноразовые то есть их можно прикрепить один раз фактически с помощью обживного инструмента у нас сжимаются контакты которые врезаются в провод и одновременно закрепляют провод в коннекторе и обеспечивают электрическую связь